И теперь о событиях дня подробнее. Сегодня в Иркутске зафиксирован один из самых жарких дней. Насколько сложно при температуре выше 30 градусов ездить в общественном транспорте? Павел Марчуков сегодня провел эксперимент. Сейчас, в самый разгар рабочего дня, воздух в Иркутске прогрелся больше, чем на 30 градусов. В такой злою хочется уехать куда-нибудь поближе к водоему. Но не у всех есть такая возможность. А те, кто остался в городе, вынуждены испытывать свой организм на прочность. Поездки в общественном транспорте не для слабаков. Начинаем наш эксперимент в трамвае. Здесь пассажиры чувствуют себя, как в танке. Под солнцем вагон прогревается так сильно, что не помогают даже открытые окна. Единственное спасительное средство – это веер. Но есть он далеко не у всех. На эту сторону встаем. Ближе к окошку. В трамвае не спрячешься, она душно. В любой стороне. Зачем вы не спасаете? Очень жарко. Спасаются мороженым и большим количеством воды пассажиры междугородного транспорта. Люди ждут автобусы под палящим солнцем. Тамара Терехова в дорогу взяла 3 литра минералки. Выпить большую часть она планирует еще до посадки в транспортное средство. У нас автобус хороший, комфортабельный. Там кондиционер есть. Водитель без проблем включает? Да. Без проблем? Да. Я часто езжу, поэтому проблем нет. Не было, по крайней мере. А есть ли проблемы в городских маршрутках? Для полноты эксперимента я захожу в салон без оператора. Все удачные места возле открытого окна и люка оказываются заняты. Свежий воздух поступает только чуть дальше водителя. Чем больше людей в салоне, тем сложнее дышать. Товарищ водитель, а можно немного кондиционер включить? Жарко. Кондиционер откуда взялся? Нет у вас? В городском автобусе. Я проехал маршрутки всего лишь 10 минут, но такое ощущение, что все это время я был в бане. Температура в салоне была настолько высокая, что нагрелись даже монеты, которыми водитель мне дал сдачу. Напоследок мы решаем проехать в троллейбусе. И здесь тоже ощущения не из приятных. На большой салон открыты лишь три маленьких форточки до два люка. Я пыталась открывать, но он не открывается. Силы не хватает пока. Потому что слишком жарко. Светлой одежды специально не везет? Ну конечно. Потому что иначе никак. Как показал наш эксперимент, городской транспорт не приспособен для поездок в жару. Так что если вы сели в маршрутку, в которой все-таки включен кондиционер, то вам сильно повезло. Единственную ошибку, которую я сегодня совершил, это не взял с собой воды. Неудивительно, что ближе к концу нашего эксперимента я начал чувствовать легкое головокружение. Поэтому прежде чем ездить на общественном транспорте, запасайтесь жидкостями и влажными салфетками. Они хоть немного, но все же помогут вам выдержать испытания жарой. Павел Марчаков, Михаил Глызин. Новости по будням.